Особое мнение на 101FM Заседание идет до двух часов Ага, в какой форме оно идет? Заочной, да, в той самой любопытной форме, которую большинство депутатов понять не могут И сегодня коллеги хотели было приехать в ЗАГС в районе, некоторые даже приехали, понимая даже, что форма будет заочной Но таким образом они выражали свою готовность провести заседание либо очно, либо в режиме ВКС А, то есть смотрите, заочное заседание не означает, что это в онлайн-режиме происходит, каждый дома у себя перед компьютером в формате видеоконференц-связи, правильно? Абсолютно нет Вот то заседание, которое длится сегодня с 8 до 2, то самое время с 8 до 2 депутаты могут использовать для того, чтобы направить лист голосования заочного по почте, либо посредством мессенджеров, например А, то есть можно сфотографировать и отправить? Да, вы можете во вновь открытом телеграмме отправить картинку вашего листа голосования и потом завести лист уже с вашей подписью в законодательное собрание, отдать его Вот такая интересная форма, мы с коллегами решили, что мы в этом безобразии участвовать не будем, потому что ВКС понятная форма, которая может защитить депутатов от потенциального распространения инфекции Очная форма, опять же с учетом того, что сейчас открывается общепит, например, да, сегодня Да, а вы заседали все, все опасные месяцы вы лично встречались? С учетом того, что да, у нас и совет законодательного собрания прошел в очной форме, я не понимаю причины, по которым мы должны сейчас голосовать по листочку без всякого обсуждения вопросов по усеченной повестке Мне непонятно, коллегам непонятно, поэтому решение принято и мы в подобном безобразии участвовать не будем То есть вы вообще не голосуете? Вы знаете, вот тоже там сразу же, конечно же, появилось мнение о том, что зачем тогда быть депутатами, если вы игнорируете важные вопросы У нас всего сейчас четыре вопроса в повестке премиарного заседания, действительно важные вопросы туда не попали Первый вопрос это принятие проекта закона во втором чтении, о внесении изменений в закон о Кировской области Но это история про наделение особыми полномочиями фонда капитального ремонта, чтобы он мог расходовать те деньги, которые от штрафов поступают к нему Сейчас эти деньги копятся и по большому счету процедурно не предусмотрено, как их расходовать Второе, это рассмотрение возможности проведения референдума в нашей школе Об этом мы поговорим сегодня, да, и кто не знает, тот услышит Третий вопрос это поддержка федерального проекта закона И четвертый вопрос это наделение правами, вернее, мы назначаем члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Причем мы даже не назначаем, а мы только даем согласие данного движения кандидатур Я понимаю, что это четыре очень важных вопроса Но, как мне кажется, среди вот этих самых важных, неотложных вопросов Нужно было сейчас рассматривать вопрос о мерах поддержки пострадавшим отраслям экономики В частности, малому и среднему бизнесу нужно, мне кажется, дать чуть больше, чем дано сейчас Я имею в виду льготы по ОСН для того, чтобы этот самый малый и средний бизнес мог сохранить рабочие места А рассмотрение этого законопроекта перенесли на июль, насколько я понимаю? Перенесли на июль, да, опять же, ведь тут важно не само рассмотрение, важно итоговое решение Ну, конечно И есть перспектива, что депутатские поправки не будут приняты А вот, кстати, как раз вопрос То есть, изначально предполагалось ведь, что второе чтение пройдет в июне, насколько я понимаю, когда первое было в мае Изначально вообще хотели сразу два провести, да? Но говорили, что вот месяц, значит, на поправки, на то, чтобы доработать законопроект На то, чтобы, там, может быть, правительство и, там, губернатору убедить, да, в необходимости чего-то Проходит месяц, значит, рассмотрение законопроекта откладывается И есть подозрение, что откладывается, ну, просто потому, что вот тут у нас голосование за или против изменений в Конституцию, да? И вот это вот решение, принятое депутатами, может повлиять С другой стороны, вроде бы есть дополнительный месяц на то, чтобы депутаты могли и губернатор, и правительство убедить в своей правоте И в том, что надо поддержать какие-то поправки, потому что пока губернатор, как я понимаю, отказал, да? Здесь, на самом деле, все, что могло случиться, уже случилось Прошла рабочая группа, на которой были, было, была пародия обсуждения депутатских поправок Поправки губернатора в итоге были приняты, поправки депутатов были рекомендованы к отклонению А, напомню, поправки депутатов, это как раз те поправки, которые расширяют критерии, по которым... По которым помощь получит большее количество, вот эту льготную возможность с льготами воспользоваться, получит большее количество бизнесов И, опять же, на горизонте нет никаких прочих совещаний, рабочих групп, обсуждений, на которых можно было бы эту позицию отстоять Мы по факту сейчас получаем ситуацию, в которой есть поправки губернатора, рекомендованные к принятию Поправки депутатов, рекомендованные к отклонению, как правило, ввиду, опять же, своего нынешнего состава, где большинство, вы сами знаете, принадлежит кому Рискну предположить, что с большой долей вероятности депутатские поправки будут отклонены И бизнес, опять же, поддержку получит в весьма усеченном формате А повлиять вот за этот месяц, который остался, возможно все-таки или нет? Мне кажется, повлиять можно было на очном пленарном заседании, где все, в том числе авторы поправок, могли бы выразить свою позицию Наверняка можно было бы пригласить... А если это будет в июле, в июле, а не в июне, есть разница? Есть разница, вот в чем, представьте, вы руководитель предприятия малого и среднего И вы сейчас вообще принимаете решение не о том сократить рабочие места или сохранить Вы принимаете решение сохранить бизнес или закрываться, потому что те меры поддержки, которые существуют, во-первых, не всем доступны Ну, то есть много кто остался вообще без поддержки Во-вторых, многие до сих пор сидят не открывшись Ну, есть, или кто в очень ограниченном формате, да, работают Да, они не работают вообще Те, кто работают, они часто работают в ограниченном формате с серьезными требованиями к организации самой работы Поэтому у бизнеса сейчас вот распутье продолжать работу или нет И мы в июле-то, опять же, принимая решение, может быть, уже частично потеряем те предприятия, которые, повторюсь, давали рабочие места Да, да, и получим все те же меры поддержки, которые придется государству оказывать, но уже через Центр занятости населения А там тоже куча проблем Получить вот ту самую там заветную бумажку о том, что вы действительно пострадали от коронавируса и потеряли работу Очень сложно, и для большинства подобная опция вообще недоступна Да, нам гости разворота сегодня рассказывали, что, в принципе, многие как раз ушли, ну, вот на этот карантин, да, потом в итоге уволились с работы, встали на биржу, получили пособие, если это семья с детьми, да, какие-то федеральные Вот, и люди пока как раз вот и готовы посидеть еще немножко Да, а как долго государство готово платить пособие вот это повышенное тем людям, которые потеряли работу Мне кажется, что не очень долго Не случится ли, что в сентябре мы получим те самые смешные выплаты, а может быть, они будут отменены вовсе с предложением людям работу поискать А еще раз повторюсь, если сейчас позакрывается малый и средний бизнес, эти рабочие места будут восстанавливаться, ну, где-то, наверное, там, в течение полутора-двух лет То есть люди, которые вчера еще работали, новое рабочее место получат где-то вот года через полтора-два Кто их поддержит все это время? Ну, вопрос, который, я думаю, для всех очевиден Он в космос, этот вопрос немножечко, да, потому что Да, и искать работу эти люди будут с большим трудом Потому что количество рабочих мест сократится Да, и вот как раз поддерживая малый и средний бизнес, мы в первую очередь говорим о том, что мы поддерживаем работников этих самых предприятий, сохраняя им рабочие места Владимир, а есть вообще вот возможность какая-то повлиять сейчас, ну, кроме непосредственно заседания самого Когда вы уже будете обсуждать, там, да, возможность ввесения этих или иных поправок И я не знаю, сможете вы убедить или не сможете убедить коллег из других фракций Но я имею в виду, в первую очередь, единую Россию, да, к вам присоединиться и вас поддержать Точнее, не поддержать тот вариант, который, как я понимаю, будет вынесен на голосование без депутатских поправок Да, безусловно, есть Вот сами предприниматели, сейчас проявляя активность, стуча во все двери В том числе вы наверняка из окна в студии видите, как порой проходят пикеты у зданий областного правительства Они побуждают депутатов принимать то решение, которое действительно позволит бизнесу продолжить работу Позволит сохранить рабочие места Но если будет жесткая позиция, извините, у нас просто Игорь Владимирович, у нас руководитель, насколько я понимаю, рекотделения Единой России Если руководитель рекотделения Единой России, он же губернатор Игорь Васильев, попросит депутатов фракции Единой России поддержать именно его законопроект Ведь не все депутаты, наверное, решатся, а слушаться Я надеюсь, что все-таки кто-то решится, а слушаться, а уже предложение, опять же, не поддержать Выражено отрицательным заключением губернатора на поправке депутатов То есть такое уже есть и не секрет, что зачастую в законодательном собрании решения депутатов А большинство, да, вы правильно говорите, у нас депутатов Единой России Принимаются с оглядкой на правительство И здесь у меня большущая претензия к председателю законодательного собрания На прошедшем совете, на мое предложение, уж если мы сами не можем обеспечить меры поддержки бизнесу Давайте обращаться в федерацию с просьбой выделить нам дополнительные денежные средства Бахин говорит, что нужно тогда обратиться в правительство и эту историю согласовать Где разделение властей, где основные демократические принципы Законодательное собрание имеет право обратиться в федеральную власть? Только имеет право, как мне кажется, должно в этой ситуации не оставаться в стороне Более того, одна из наших ключевых функций это отстаивать интересы жителей Кировской области В том числе во взаимоотношениях с органами госвласти Российской Федерации Мы пренебрегаем этим, но как раз эта позиция обусловлена позицией председателя законодательного собрания Опущен ниже плинтуса и как раз из-за позиций одного человека Это председатель Законодательного собрания То есть Владимир Каврилович не готов на себя брать ответственность И самостоятельно подписывать вот эти какие-то бумаги, которые федерацию направляют Да, а более того, раз он не готов, он под угрозу ставит авторитет самого законодательного собрания И фактически шестой созыв исполняет побочную такую функцию согласовывателя решений правительства То есть у нас все идет от правительства, депутатские законы Их можно пересчитать по пальцам, наверное, одной руки Где бы мы преодолевали волю правительства, где бы мы переубеждали правительство Вот это к вопросу о том, что удастся переубедить или нет Я искренне верю, что удастся Потому что, например, позиция по нашему законопроекту, по проекту ЛДПР По мерам поддержки семей, имеющих детей Он ведь сначала тоже имел отрицательный отзыв губернатора Тем не менее удалось переубедить По ставкам платы за лес, такая же была история Но каждый раз на это приходится тратить год, а то и полтора У нас сейчас этого времени просто нет Да, бизнес ждать не может такого времени у нас нет И надеюсь, к июлю мы, во-первых, проект закона рассмотрим А во-вторых, рассмотрим его положительно Я имею в виду депутатские поправки Владимир Костин, в нашей студии вице-спекеры ЗАГС Собрания Кировской области Ждем июля, июльского заседания И подготовки к июльскому заседанию Смотрим, что будет происходить Но сегодня, на самом деле, день достаточно такой хороший, наверное Потому что сегодня начал работу общепит Пусть с небольшими ограничениями, которые Роспотребнадзор им предписали Начали работу учреждения дополнительного образования Вроде бы начинают работу бассейны И в каком-то формате и режиме открывается и фитнес, и групповые занятия Но там есть ограничения, по-моему, по расстоянию между занимающимися людьми Насколько я знаю, групповых занятий все еще нет Есть возможность проводить групповые занятия на открытом воздухе Но нет площадок для этих занятий Соответственно, фактически мера не работает Ну вот смотрим тогда за фитнесом чуть более внимательно Скажите, пожалуйста, вот эта история с тем, что все-таки мы начинаем потихонечку выходить из коронакарантина Она насколько естественная То есть вот просто действительно заболеваемость пошла на спад Или просто вот уже невозможно сидеть дома и надо запускать экономику снова Или это может быть связано с какими-то иными причинами А ну, знаете, сложно судить ввиду того, что формируют статистику те люди Которые, может быть, имеют какой-то определенный интерес Кроме как тот, который определяет им просто формировать статистику То есть если я просто даю данные честно, вот открыто, это одно А если у меня есть какой-то интерес, то, может быть, я что-то там еще и докручу, довинчу и так далее Поэтому, собственно, ваш вопрос и возник Мы понимаем, что такое у нас порой бывает Меня больше смущают двойные стандарты Если мы можем провести парад Причем, опять же, в странную дату То есть мы отмечаем, мы чествуем, что годовщину проведения парада победы, по большому счету Ну да Безусловно важное событие Но для меня куда важнее 9 мая непосредственно сам день победы Ну 9 не могли провести парад Разумеется, да, это тоже понятно С другой стороны, когда законодательное собрание не может собраться очно проводить парад И Роспотребнадзор нам пишет о том, что в связи с неопределенной эпидемиологической обстановкой Лучше бы как бы публичные мероприятия не проводить А накануне даты проведения законодательного собрания, самой сессии Мы подобное мероприятие видим на театральной площади У меня лично вопросы И вопросы точно так же, например, и у бизнеса есть Когда, например, общественный транспорт переполнен людьми, которые едут куда-то на работу Это нормально А работающий, например, фитнес-клуб, где все готовы соблюдать требования Роспотребнадзора Это плохо Опять же, вопрос, а почему у нас, например, делегация законодательного собрания Правительства Кировской области выезжает на завод, например, на ВИТЭК Вот об этом прошла новость, вчера они были А не можем мы при этом провести сессию очно, опять-таки, ну почему? Вот когда будут ответы на эти вопросы, наверное, можно будет уже с уверенностью сказать Вы знаете, да, вот те данные, которые говорят о распространении, например, сокращении количества заболевших Они достоверны, и действительно мы имеем ситуацию, в которой заболеваемость пошла на спад Будет ли вторая волна? Опять же, вот каждый сейчас прогнозирует сам Многие, опять же, там, исходя из этого, в целом планируют свою жизнь, да, вот так краткосрочно Не могу ответить на этот вопрос, к большому сожалению Я-то хотела вот о чем спросить, ну парад это, конечно, понятно, да, и парад такая история, которую, ну, хотели провести Было понятно, что перенесут на какое-то время, на сентябрь вроде долго переносить, слишком долго ждать И бог его знает, что там будет еще осенью, да, вот Не связана ли эта история с голосованием предстоящим, которое сегодня стартовало, как я понимаю, голосование за или против поправок в Конституцию? Мы можем судить только, например, по тем данным, которые есть В Москве заболеваемость росла-росла день от дня, но когда было четко понятно, в какие даты нужно проводить голосование по поправкам в Конституцию Количество заболевших резко сократилось Стало снижаться Да, и сейчас снижается постоянно Как там у Соловьева? Не у Соловьева, совпадение, не думаю, да? А, совпадение, не думаю, да Я здесь тоже склонен считать, что случайности возможны, но в этот ли раз, не знаю, опять же Каждый выводы делает сам При этом очень хочется верить, что мы преодолели уже пик заболеваемости Очень хочется верить, что в сентябре мы новый виток не получим И еще больше хочется верить, что если уши получим, то это не будет связано с тем, что мы сейчас преждевременно меры предосторожности стерли и фактически обнулили У меня, Владимир, вот какой к вам вопрос А как вам кажется, если все-таки будет вторая волна Насколько реально применить те же меры, которые были применены сейчас? Пойдут ли власти на то, чтобы закрыть бизнес, вести карантин и все остальное? Ведь когда вот только ситуация с коронавирусом развивалась Действительно большое количество людей ушли на самоизоляцию добровольно И даже когда руководители предприятий настаивали на том, что человек должен работать Этому сопротивлялись, потому что боялись заразиться Здесь все будет зависеть от реального положения дел Если, упаси Господь, мы сами будем видеть факты заражения Опять же, если это заболевание будет протекать в тяжелой форме Я вас уверяю, не надо будет людей убеждать самоизолироваться Они сами это сделают Другое дело, насколько государство готово к поддержке людей, которые ушли на самоизоляцию Будут ли меры поддержки? И для граждан, и для бизнеса И люди-то самоизолируются, но если они останутся голодными, они долго не протянут это Тоже очевидно Поэтому вот тот социальный эффект от изоляции, который может быть в случае повторения вот этой самой второй волны Вернее, наступления второй волны заболеваемости Он не просчитан, как мне кажется, сейчас И просчитан, и никто не готовится, на самом деле, конечно, к нему, потому что все верят в лучшие Либо что-то знают, либо у нас очередной русский авось Подозреваю, что второе все-таки более вероятно Второе все-таки более вероятно, наверное К сожалению, да, опыт подсказывает, что вы правы Да, по мерам поддержки, о которых мы уже заговорили Те меры поддержки, которые оказываются сейчас Которые были анонсированы вот фактически 23-го числа там Владимиром Путином 23-го же, кажется, это было, да Это и пособия те, которые будут выплачиваться, да И дополнительные пособия Это и вот эта история со ставкой НДФЛ для людей, зарабатывающих больше 5 миллионов И с тем, что эти деньги будут окрашены специальным образом, да И будут направляться на решение таких вот медицинских проблем людей с тяжелыми заболеваниями То, на что деньги у нас, что называется, шапкой собирают Как вы их оцениваете, и насколько это, ну, тоже такой вынужденный шаг, может быть, с чем-то связанный? Ну, конечно, связанный с тем, что доходы населения упали И действительно помогать населению нужно Я сразу говорил, что вот эти так называемые вертолетные деньги Они экономике точно не станут какой-то помехой к развитию Наоборот, может быть, станут, как модно говорить, драйвером, да, ускорителем Ну, по крайней мере, у людей появились деньги на то, чтобы в магазин сходить Вот вновь открылись магазины, вновь открылись кафе У тебя не было денег, но сейчас они немножко, но есть Ты можешь, по крайней мере, себе это позволить И хотя бы с уверенностью смотреть, если там не в послезавтра, да То в завтра-то хотя бы, думаю, могут люди, получившие поддержку, смотреть При этом есть ведь обратная сторона медали, да Ну, то самое там иждивенчество, о котором много и Набиулина говорила, да Нужно с одной стороны дать экономике работать С другой стороны, ну, если вдруг коронавирус нас накрывает Действительно не подвергнуть опасности людей Где баланс? Не знаю, вот опять же, в моем представлении Если отрасли экономики открывать, открывать постепенно С полным пониманием, что мы делаем это осознанно Ну, вот не пальцем в небо И не под какой-то повод То это правильное решение сложившейся непростой задачи А если мы всех, с одной стороны, там, перебдели, разогнали по домам, да А при этом, вроде бы, угроза оказалась не столь серьезной А экономику нам поддержать не на что То это, наверное, последствия будет иметь еще куда более серьезное, чем сам коронавирус То есть отношение к мерам, предложенным президентом положительное То есть, да, действительно, особенно семьям с детьми надо помогать Не забыть нужно при этом и студентов, наверное, да Потому что студенты уже обозначались, что имеют кучу проблем, не имея дохода И не имея возможности получить работу, то есть не имея возможности этот доход где-то добыть Мы все понимаем, да, студенты обычно работают там и в общеписии, где угодно работают Оказались они тоже в такой непростой ситуации И многие вынуждены были вплоть до того, что задуматься о прекращении обучения Ну, то есть, много кому надо помогать Что касается вот этой прогрессивной шкалы налогообложения На самом деле, прогрессивность там очень странная Потому что, как мне кажется, если мы повышаем налоги для богатых То нужно понижать налоги для бедных И вот, опять же, там коллеги по фракции в Госдуме, по фракции ЛДП Говорили об этом, что если мы вводим прогрессивную шкалу налогообложения Мы должны доход, ну, скажем, ниже там прожиточного минимума Либо ниже средней зарплаты по региону Мы должны освобождать от уплаты 13% Того же самого НДФЛ, да Естественно, регионы что-то недополучат Естественно, федерация не должна оставаться в стороне Докидывать эти деньги регионам Возмещать Возмещать, ну, конечно, компенсировать, так сказать, выпадающее Здесь мы видим только повышение налога для богатых История с лечением орфанных заболеваний для детей Безусловно важная А красить эти деньги можно? Возможно Реально это сделать, да? Возможно, да, у налога сейчас большие возможности Никаких проблем, уверен, не будет с тем, чтобы увидеть эти деньги И выделить на ровно те цели, которые есть Другой момент А не получится ли так, что не имея каких-то рычагов, да, налоговая потеряет часть поступлений И вот те прогнозные 60 миллиардов, которые сейчас президент озвучил, мы не дособерем И другой вопрос, а хватит ли 60 миллиардов для того, чтобы решить проблему в полном объеме? Ну, сам факт того, что президент эту проблему видит, уже хорош И на самом деле орфанники и в Кировской области существуют Конечно Сейчас эта нагрузка лежит на областном бюджете И деньги высвободятся, может быть, в целом на развитие здравоохранения Поэтому, конечно же, я эту историю поддерживаю Важно, чтобы с реализацией не было проблем Ну и главное, чтобы, конечно, каким-то образом, может быть, как-то развивалось все это, да То есть посмотрят, как это будет внедряться с 15% Может быть, действительно будет возможность для тех, кто зарабатывает мало, как-то снизить налогообложение Но в таком случае, не знаю, выиграем ли мы что-то от этого Владимир Костин в нашей студии, вице-спикер Зак Собрания Кировской области Мы делаем сейчас перерыв на рекламу и вернемся через полторы минуты Сегодня это особое мнение Владимира Костина, вице-спикера Законодательного собрания Мы продолжаем, на детях мы остановились там, да, в том числе И в начале программы анонсировали, это история с нашей школой Просто слушателям напомню, да, что это была за история У нас в городе есть негосударственные образовательные учреждения, наша школа И некоторое время назад они арендовали муниципальные здания И некоторое время назад было принято решение это здание переоборудовать под детский садик Но мы все знаем, что это острая проблема, да И арендаторам нашей школы пообещали найти взамен другое здание Но вот столкнулись и та сторона, и вторая сторона в лице администрации города Столкнулись с тем, что здания, которые могут предложить, они рискованные такие То есть там просто проверяющие органы, скорее всего, не разрешат именно в этом здании вести образовательный процесс Соответственно, наша школа не хочет выезжать со своих площадей, где они находятся очень долгое время А город не готов эти площади им оставить Как-то так вот это все выглядит, и непонятно вообще, чем может закончиться Там несколько десятков детей, которые именно в эту школу хотят ходить И вот ситуация такая безвыходная несколько Наша школа обращалась к депутатам законодательного собрания с просьбой провести референдум по их вопросу, как я понимаю, да? А по таким вопросам вообще реально проводить референдумы? Да, вот сейчас законодательное собрание должно дать оценку формулировкам, которые предлагается вынести на референдум Соответствуют они требованиям закона Можно на них дать однозначный ответ или нет? И опять же рекомендации правового управления законодательного собрания о том, что формулировки не соответствуют Опять же посмотрим по результатам голосования, какой будет вердикт вынесен депутатами Хотел бы пару слов буквально про то, что детских садов у нас не хватает Интересночку Рудюма в прошлом году сказал, что мест в этом году хватит всем То есть по состоянию на 2021 год очереди для трех лет так у нас не будет Дети, рожденные в июне сейчас, получают путевки И насколько я знаю, количество мест, которые остались, оно крайне мало и есть риски И причем я уверен в том, что у нас опять дети не получат, начиная наверное с августа, не получат места в детские сады Я не знаю, как мы к декабрю эту проблему решим Путем изъятия старых зданий, которые раньше были детскими садами Снова вернуть их в муниципальную собственность и сделать вновь муниципальными детскими садами Это один из выходов Но наверное, вот такие образовательные учреждения, как наша школа, не должны быть заложниками вот этой ситуации Опять же, мы не должны выбирать Либо школа, либо садик Да, да, да И опять же, двойные стандарты Если мы говорим о том, что нам нужно возвращать детские сады Ну, у нас, например, центр занятости населения города Кирова расположен в здании детского сада Соцстрах в здании детского сада То есть, мне кажется, есть что повозвращать И эту проблему пытался решить еще Шульгин Но, опять же, тот подход, который был... Но не нашли общего языка, а не с руководством нашей школы Да, ну, на самом деле, и не могли найти Потому что, когда вам в разгар учебного года говорят Мы у вас здание изымем, вот вам там, условно, три месяца на то, чтобы переехать В здание, которое не приспособлено для организации учебного процесса Я очень хорошо понимаю и родителей детей, которые в нашу школу ходят И преподавателей Прекрасно понимаю При этом город ведь в своем праве так-то Ну, я так понимаю, что по условиям арендного договора Если городу требуется его помещение, они могут попросить арендатора его освободить Вообще в праве, да Другое дело, еще раз говорю Тогда нужно, наверное, прочие здания тоже изымать Может быть, опять же, там, посмотреть, покопаться, а законно ли здание Выкупались Ну, уж по учреждениям государственным-то точно можно им переехать куда бы то ни было У нас подобным образом и школы Можно было бы не строить, а забрать здания каких-то Ну, например, давайте посмотрим здание Ленинской администрации Или Первомайской Ну, готовая же школа Там нет пришкольной территории, Владимир На самом деле, у Ленинской администрации рядом шикарный стадион Было бы желание Все можно найти Есть школы, которые занимаются физкультурой в парках, например Уже сейчас Поэтому Здесь нужна политическая воля Что касается нашей школы Я, честно скажу, не вижу перспективным вопрос референдума По одной простой причине 50 учеников или чуть больше, да, которые в нашей школе обучаются Но вот их родители понимают, осознают эту проблему Может быть, есть люди, которые глубоко погрузились и будут поддерживать эту историю Но есть, опять же, родители детей старше трех лет Которые место в детском саду не получат Они, безусловно, будут голосовать за то, чтобы Школа выехала Чтобы здание использовалось для детского сада Для детского сада Не потому, что они как-то негативно относятся к нашей школе А потому, что им просто некуда ребенка везти И те, и те правы И здесь вот как раз администрация должна найти мудрое решение Как сделать так, чтобы наша школа получила возможность продолжить учебный год И не прекратила свое существование Только ввиду того, что кто-то из чиновников не доработал Мы не получили еще 50 ребят, которые будут стоять в очередь уже в школу И учиться в переполненных классах в третью смену Что, опять же, нам всем грозит Проблема отсутствия школы, на самом деле, очень серьезная сейчас Мы к этому вопросу обратимся обязательно Я думаю, что он требует там прямо детального погружения Есть еще два вопроса, которые мы хотели бы сейчас обсудить Но вот помимо детских садов, школ и всего остального Социальной сферы, да, есть еще сфера культуры Есть сфера культуры И вот фактически там последние несколько месяцев Мы все это видим И в социальных сетях, и на сайтах СМИ Это история с приказной сбой Мы видим уже ребят-пикетчиков, которые выходят в одиночный пикет Да, с требованием спасти этот объект Я, насколько понимаю, это один из старейших объектов там, да, в нашем городе Питейный дом, либо приказная изба Объект культурного наследия федерального значения Построенный в середине 18 века И первые для вятки гражданские, а не церковный объект Построенный из кирпича То есть, ну вот уникальное такое здание Наверное, все мы в детстве бывали там, да, внутри, в музее И видели его и внешне, и внутреннее его убранство То, что сейчас представлено на фотографиях, это, конечно, страшно Это страшно То есть, это деревянные какие-то вещи Которые уже все, они сгнили Они лежат там рядом на крылечке Это полностью облупившиеся стены Это крыша дырявая Которая заделана там, значит, заплатками из профнастила Вот И, к сожалению, большому денег на ремонт пока нет Вот так оперативно их изыскать Я не знаю, получится ли Татьяна Мазур, министра культуры Накануне подтвердила мне, что действительно Внесена приказная изба в список тех объектов Которые могут отремонтированы быть в нашем городе к юбилею То есть, к 650-летию выделены будут на это средства федеральные Но, когда их выделят, точно не завтра Точно не завтра И вот, даже если получится что-то сделать для приказной избы И это здание спасти, отремонтировать, законсервировать Все, что угодно там, да То, что со всеми остальными объектами в нашем регионе Совершенно непонятно То есть, есть огромное количество памятников Они есть как объекты культурного наследия Так и просто исторические здания Которые стоят, разрушаются Руки ни у кого до них не доходят Денег в региональном бюджете на это нет Ну, и опять же Денег нет мы же слышим всегда Ну, конечно На любое какое-то предложение Самое простое, что можно сказать, денег нет Давайте, наверное, с этого и начнем По деньгам, которых нет Я коррупцию-то даже вообще за скобками оставлю Да, то есть, вот те скандалы, которые у нас происходят Тонко намекают на то, что деньги-то как бы есть По крайней мере на то, чтобы их украсть, да В части того, как они расходуются, я бы хотел поговорить Очень простое сравнение, например, бюджета города Казани И бюджета города Кирова Я как раз в этой студии уже приводил Если бы по 2019 году мы смотрели И бюджет просто разделить между жителями города Кирова На каждого жителя поделись Мне кажется, в Казани просто более рачительно расходуют Имеющиеся денежные средства А вот в Кирове с этим проблема большая Например, вчера буквально мне скидывают фотографию ямы Которая рядышком с путепроводом на Московской Эту яму видел еще Шульгин И если вот туда упасть, то можно переломать все на свете Там торчат какие-то провода непонятные На велосипеде объехал, посмотрел Яма до сих пор есть Осипова на велосипеде там никто не видел Ну, наверное, как-то он знает о том, что городское хозяйство у нас Находится в таком странном состоянии Наверное, должен как-то опыт Шульгината перенять Не в части игнорирования проблемы А в части того, что уже инспекцию провели Сделайте хоть что-нибудь Яма есть? Глава администрации нет? Не знаю, ну, мне кажется, и Осипов уйдет, а яма останется Вот при таком подходе Так же, как лужу, да как космос, слушайте Она тоже всех пережила У нас, к сожалению, памятниками становятся ямы, лужи И не более того Я как раз ровно об этом Можно все время жертвовать Какими-то вот такими Культуркой Культуркой Можно жертвовать Вы знаете, в конечном-то итоге Любовью к своему городу Потому что Все мы привыкли Любить Киров Вопреки А очень хочется любить благодаря То есть вот у нас есть то-то-то-то-то Нам так нравится жить в своем городе Хочется говорить вот так А не говорить, несмотря на все ямы и лужи Мы все равно любим свой чудесный город Киров В котором мы родились Поэтому можно Бесконечно долго Закрывать глаза на то, что у нас Памятники архитектуры Памятники истории И находятся в таком безобразном состоянии Но мы-то с вами Родились здесь И может быть мало что видели Да, в молодости, в юности А наши дети Они уже имеют как минимум Возможность выйти в интернет А может быть и побывать в других городах Посмотреть И сравнить Как бывает Да И вот таким-то образом Мы с большим трудом Сохраним Жителей Кировской области В Кировской области И та, кстати, стратегия Развития Кировской области Которая сейчас принимается До 35-го года В принципе предусматривает Сокращение численности Жителей Кировской области Вернее, города Кирова То есть мы Стратегически определяем Что нас в целом Должно стать меньше Ну, в части, опять же Прироста населения Я имею в виду А это рано или поздно Пускай не к 35-му году Но там, допустим К году 50-му Приведет к тому, что Киров будет таким Захудалым городишком У которого будущего нет Захочется здесь Детей воспитывать Нам, нашим детям Нет А как раз Чтобы эту ситуацию изменить Мы должны сделать Город Киров привлекательным В том числе За счет памятников истории А как это сделать? Где деньги-то брать? Да вот опять же Ну, давайте Ну, ладно, подождите В бюджете, например, их нет Где можно взять Вот так, чтобы не пострадать С точки зрения закона? Ну, во-первых Как мне кажется Все-таки плотнее нужно работать С федерацией Еще раз говорю Мне очень странно слышать В стенах законодательного собрания Что мы должны это С кем-то там согласовать Давайте попросим Может быть нам дадут То есть денег не дают За спрос денег А вы просили? Нет, не просили Да, ну, странная позиция У нас мупы городские Тотально все убыточные При том, что мне кажется Очень сложно получать убыток На монополиях, например Где деньги от водоканала? 30 секунд, Владимир Ну, то есть деньги есть Не надо говорить, что их нет В конце концов Давайте не будем строить Объекты на Черном озере О, да Объекты на Черном озере Кстати, эти 5 миллионов О которых все говорят Выделены же Точнее, выложены уже На сайте госзакупок Вот эта вот заявка Есть рабочая группа Которая рассматривала Проект технических заявок Я, как ее член Голосовал против Выделения денег на проект Но, видимо Решение на рабочей группе Было принято Техническое задание Было одобрено И, я так понимаю Аукцион состоится Аукцион состоится, да Владимир Костин В нашей студии Вице-спикер Законодательного собрания Благодарю его За его особое мнение Программа на этом завершается Всем до свидания Спасибо, доброго дня Особое мнение На 101FM